Биржевая блокада. По кому бьет новая порция санкций? Здравствуйте! Сегодня понедельник, 6 ноября. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен анонсировала очередной 12-й по счету пакет санкций против российской экономики. В нем будет и расширение санкционных списков, и новые ограничения на экспорт в Россию европейских товаров, и на импорт в Европу российских. Кроме того, будут предприняты меры, направленные на ужесточение потолка цен на нефть. Так, по крайней мере, она утверждает. Впрочем, основной упор, судя по всему, будет все-таки сделан на то, чтобы воспрепятствовать обходу уже действующих санкций. О том, как может выглядеть новый европейский пакет, можно судить по появившейся в минувший четверг, а это было 2 ноября, американской порции ограничений. До сих пор считалось, что ничем новым развитые страны удивить уже россиян не могут. Что все ограничения, которые можно было ввести, уже введены, и каждая новая порция будет менее болезненной, чем предыдущая. Оказалось, что справедливо это утверждение лишь отчасти. Понятно, что ничего сопоставимого с блокировкой российских резервов, отключением от SWIFT, потолком цен на нефть и нефтепродукты, или отказом Европы от большей части российского трубопроводного газа придумать уже действительно невозможно. Однако, новый американский пакет оказался более серьезным и болезненным, чем предыдущий. Неожиданным для многих стало включение в санкционный список проекта Arctic SPG-2, в котором 60% принадлежат новотеку. Неожиданным потому, что оставшиеся 40% принадлежат иностранным инвесторам. По 10% китайским CNPC и CNOOC, еще 10% у французской Total и последние 10% у консорциума японских компаний. И теперь перед этими иностранными компаниями весьма неприятный выбор. Либо соблюдать американские санкции, что фактически будет означать необходимость писать в убытки уже сделанные инвестиции в проект, потому что продать долю за хоть сколько-нибудь вменяемые деньги российские власти явно не дадут. Либо наплевать на санкции, рискуя уже самим попасть в американский санкционный список. В первом случае на кону у каждого из иностранных участников сотни миллионов долларов. В проект уже вложено больше 6 миллиардов. Во втором гораздо больше. Потому что американские власти действительно взялись за тех, кто помогает российским компаниям обходить санкции. Итак, в обновленном санкционном списке 15 компаний из Объединенных Арабских Эмиратов. Причем это не дочки российских предприятий или банков. Наконец, неприятная новость для тех россиян, которые умудряются зарабатывать больше, чем тратить. А также для тех, кто пытается делать деньги на фондовом рынке. В санкционный список попала Санкт-Петербургская биржа, которая до последнего времени специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, в том числе американскими. С 6 часов вечера 2 ноября площадка прекратила торги иностранными акциями. Сегодня торги открылись только российскими голубыми фишками. А к сделкам с иностранными бумагами доступ будет закрыт минимум 7 дней. Акции самой биржи за последние 3 рабочих дня рухнули на четверть. Но главные возможности россиян инвестировать свои деньги в очередной раз стали куда как более скромными. Многие на этом потеряют деньги. Кто-то рано или поздно придумывает способ покупать и продавать иностранные бумаги. Но это опять будет временная схема, которая в любой момент может развалиться и вместо прибыли принести новые убытки. А инвестировать в таких условиях довольно странная затея. Одним словом, от хлестких ударов развитые страны перешли к методичному отключению российской экономики от мировой. И получается это у них все лучше. И на этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Влад. До встречи.